Рабочая планерка. В мэрии обсудили армавирские долгострои и зарплаты. Страховые взносы. Предприниматели должны вовремя подавать декларации. Сухой сезон. Черно-белый очередной матч завершили с нулевым результатом. Вопросы среднегородской заработной платы и целевого использования земельных участков стали основными на очередной планерке в мэрии. Глава Армавира Андрей Харченко обсудил со своими заместителями и ответственными службами наиболее актуальные проблемы и определил план работы на неделю. Подробности в первом сюжете выпуска. По статистике, жители Армавира в среднем получают 21 458 рублей ежемесячно. А это лишь 73% от средней краевой заработной платы. Такая цифра не устраивает ни сотрудников предприятий, которые зарабатывают меньше своих среднестатистических региональных коллег, ни городскую администрацию. Ведь недополученные налоги негативно сказываются на всей жизнедеятельности Армавира. Наши предприятия должны соответствовать такой же средней краевой заработной платы по областям. А если нет, каждый должен обосновать, почему нет. Причина. Еще один проблемный момент – недостроенные здания, на которых уже долгое время не ведется работа. Это отрицательно сказывается на внешнем облике Армавира и санитарном состоянии территории. Андрей Харченко распорядился поднять весь реестр выданных на строительство разрешений и проверить сроки. Там, где работы выполняются, ну понятно, есть объективные причины, кризис и все остальное. Это одно. Там, где работы не ведутся, ну тогда значит до свидания. Мы больше не будем продлевать, а будем рекомендовать расходный с вами договор аренды земельного участка. Кроме того, на планерке заслушали отчет о работе МВД, обсудили санитарное состояние города и разобрали ряд внутренних вопросов, регулирующих жизнедеятельность Армавира. Марина Белова, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир. Продолжаем выпуск. Долг в 138 тысяч рублей могут обнаружить у себя индивидуальные предприниматели, не предоставившие декларацию о доходах за 2014 год. Это не штраф, а страховой взнос пенсионному фонду. Прекращение деятельности также не освобождает от его уплаты. Как избежать задолженности в кругленькую сумму, узнала Инна Лепеткина. Своевременная подача сведений о доходах способствует правильному начислению как налогов, так и страховых взносов. Особые условия касаются индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников. Если они вовремя не предоставили декларацию, то им придется заплатить максимально фиксированный размер страхового взноса в пенсионный фонд. Те индивидуальные предприниматели, которые не производят выплаты физическим лицам, не представившие декларации в налоговую инспекцию до 30 апреля текущего года, размер страхового взноса будет начисляться как восьмикратный размер МРОД, который на 1 января 2014 года составлял 5554 рубля, умноженное на тариф страхового взноса 26% и умноженное на 12 месяцев. То есть размер страхового взноса, подлежащий взысканию, будет составлять 138 627,84 рубля. Если доход за 2014 год превысил 300 000 рубля, то к страховому взносу прибавится 1%. Он считается сверх этой суммы. Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие деятельность в расчетный период, не освобождаются от подачи декларации. Настоятельно рекомендуем всем плательщикам страховых взносов, не осуществляющим деятельность в 2014 году, подать нулевые сведения о доходах в налоговую инспекцию, так как не осуществление деятельности индивидуальными предпринимателями, не производящими выплаты физическим лицам, не освобождает от уплаты страховых взносов Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд медицинского страхования. В условиях кризиса максимальная сумма страхового взноса сильно ударит по карману любого предпринимателя. Срок подачи декларации истек еще 30 апреля, но у тех, кто забыл ее подать или не успел, еще есть шанс. Нужно предоставить сведения о доходах в налоговую инспекцию в кратчайшие сроки. Лучше заплатить небольшой штраф за просрочку, чем обрести задолженность в 138 тысяч рублей. Инна Лепеткина, Максим Котас, служба информации телеканала РНТВ, Армавир. К другим темам. Микробов нет, зато много мусора и мороженое не продают. Так в двух словах можно описать состояние городской зоны отдыха. Жители Армавира считают, что территория водохранилища должна выглядеть лучше. Свои предложения они озвучили в рубрике «Горячая линия». В каких условиях приходится отдыхать горожанам, выясняла наша съемочная группа. Юрий Черемухин часто приходит на пляж, как правило, вместе с сыном. Говорит, что отдыхать ему здесь, в принципе, нравится, но могло быть и лучше. В принципе, территория, мы не первый день ездим, не убирается. Вот если в то заведение зайти, то там вообще страх больше. Поэтому желательно, чтобы присматривали все-таки. Ну и желательно, чтобы здесь какие-нибудь для детей напитки, тоже мороженое. Потому что вот кафе, оно когда-то функционировало, сейчас оно совершенно закрыто. Самое обидное, что выбора у горожан нет. Зона водохранилища – единственное место отдыха. Лето пора жаркое, хочется искупаться, а выехать за пределы города могут не все. Армавирцы возмущены и звонят в рубрику «Горячая линия». Когда у нас будет зона отдыха на пляже, вообще людям негде отдыхать. Все позаросло, все позагажено. Ну пусть же все бросят и сделают. Людям негде отдыхать. Идут все кучами в выходной, отдыхать негде. Ничего не благоустроено. Наша съемочная группа побывала на городском пляже. Надо сказать, что обилия мусора мы не обнаружили. Что же касается качества воды, ситуация неоднозначная. За последнюю декаду июля качество воды соответствует по всем показателям, в том числе вирусологическим. Но в то же время, ввиду нестабильного качества воды, водохранилище номер два, там поэтому выставлены всякие трафареты, аншлаги о запрете купания. И ввиду того, что водный объект не подготовлен был в полном объеме к сезону, части очистки его, дна и прибрежной зоны. Иначе говоря, на момент последних исследований качество воды было нормальное, но оно может ухудшиться достаточно быстро. Это зависит от многих природных факторов. Водохранилище от них не защищено. И тот, кто там купается, должен знать, что в случае чего он сам виноват. Его предупреждали о риске. Влада Волошина, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим новостям. 4 августа – День памяти равноапостольной мироносице Марии Магдалины. По благословению епископа Армавирского и Лобинского Игнатия, до 8 августа в Свято-Троицком соборе будет находиться ковчег с частицей мощей святой и ее икона. В эти дни дополнительные службы в храме проведут благочиние Армавирско-Лобинской епархии. Рассказывает Лариса Юровская. Скрадая равна апостольная Мария Магдалина, Бори Бога, Бори Бога! Торжественное богослужение ведут священники Лобинского благочиния. Равноапостольная Мария Магдалина была свидетельницей жизни Иисуса Христа. Эпизоды ее жизни, описанные в Новом Завете, рассказывают о том, как Господь изгнал из нее семь бесов, очистив душу и тело. В благодарность она стала одной из самых преданных учеников Господа. Следовала за Ним, присутствовала при распятии и была свидетельницей Его посмертного явления. Мария Магдалина – это первый век, первый век по Рождеству Христову. Она была свидетельницей жизни нашего Господа. Она первая увидела Господа Воскресшего. После Его Вознесения она ревностно проповедовала веру Христову, проповедовала Христа Воскресшего. И если бы это было обманом, наверное, 2000 лет, люди и церковь не помнили бы о ней и о ее жизни. Она единственная не оставила Христа, когда Он был взят под стражу. Страх, побудивший к отречению апостола Петра и заставивший бежать всех других Его учеников, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у Христа вместе с Пресвятой Богородицей, переживая страдания Спасителя и разделяя великую скорбь Богоматери. После смерти Христа продолжала проповедовать Его учения. После Вознесения Христова она пришла к императору Тиверию и сказала, что Христос воскрес. Он ответил, я в это не поверю. Как обычное яйцо не может стать из простого яйца, из белого, красным, так и не поверю, что воскрес Христос. Она берет обычное яйцо, подает ему и говорит, Христос воскрес. И на глаза у всех людей яйцо становится красным. После этого пошла традиция на Пасху, на праздник Воскресения Христову красить яйца в красный свет. Молитва перед иконой Марии Магдалины помогает получить прощение семи смертных грехов. Перед ней просят избавить от дурных пристрастий и искушений, каяться при совершении аборта. Молитва святой защищает от магических и колдовских воздействий. Ковчег с мощами и икона равноапостольной Марии Магдалины будет находиться в Свято-Троицком соборе Армавира до 8 августа. В дополнение к основным богослужениям, которые ведутся в храме, ежедневно в 11 и 15 часов облагочение Армавирско-Лобинской епархии поочередно проводят торжественные службы, посвященные памяти Святой Мироносицы. Лариса Ировская, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Новости спорта. У армавирских торпедовцев сухой сезон. Уже пятый матч подряд наша команда заканчивает со счетом 0-0. На этот раз нулевым результатом завершился домашний матч между нашим клубом и Тосно из Ленинградской области. Как игроки объясняют стабильное отсутствие голов, знает Влад Волошина. Для торпедовцев игра не задалась с самого начала. Еще на этапе разминки получил травму основной центральный защитник Егор Тараканов. Вместо него вышел Ираклий Чижия. Но, по словам тренера, настрой был уже испорчен. Тем более, что в первом тайме из игры выбыл еще и вратарь. На 12-й Комаров травму получил, плюс удаление, не знаю, было или не было. Так что, видите, там привнесло свои сложности, так скажем, при подготовке к матчу. Ну, в первом тайме, ну, в первом тайме вообще очень прилично были в обороне. Не одного момента, по-моему, мы не создали нам. Опасный момент в первом тайме все-таки был. Практически под занавес. Противник атаковал наши ворота и чуть не забил гол. Но вратарь Сергей Ревякин выручил черно-белых. Во втором тайме обе команды играли более агрессивно. Как результат – обилие желтых карточек. А зрители ждали голов и верили в свою команду. Слабое нападение. Вратари у нас жгут. Жгут оба вратаря за счет. Все будет. Дальше, я думаю, все лучше. Команда становится только на своей рельсе. Все будет вот. Один забивной нападающий. Иначе толку не будет. Отлично. Голы, голы нужны. Голы. Голы играет хорошо. Должны забить во втором тайме 100%. Однако во втором тайме активность проявила не торпеда, а его противник – Тосна. После серии замен гости пошли в атаку. Черно-белые отбивались как могли. По нашим воротам Тосницы нанесли 9 ударов, но так и не смогли открыть счет. Тяжело скрывать такую массивную оборону, очень широкую оборону. Мы пытались за счет движения, пения атаки, группа атаки, преодолеть это сопротивление, какие-то дыры найти в этой широкой линии, но, к сожалению, не получилось. Следующая игра торпеда состоится 10 августа на выезде в Нижнем Новгороде. Черно-белые встретятся с командой «Волга». А 23 августа армавирцев ждет очередной домашний матч. Влада Волошина, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». От новостей спорта к метеопрогнозу я снова передаю слово Владе Волошиной. Она уже в студии и готова рассказать о погоде на среду. Спасибо, Марина. Здравствуйте, дорогие телезрители. В среду, 5 августа, утром будет ясно. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. Ветер умеренный, восточный. Днем потеплеет до плюс 36. Все так же солнечно, ветер не изменится. Вечером столбик термометра покажет плюс 28 градусов. Ветер немного усилится. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. А по народному календарю 5 августа, Трофима в день. Если стоит хорошая погода, нужно работать в поле или огороде почти круглые сутки. Считается, что в это время, если долго спать, добра не видать. Марина. Информация синоптиков завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ.